Дорогие друзья, мне чертовски приятно быть сейчас здесь и говорить это приветственные слова. Я, конечно, в первую очередь хочу поблагодарить уральских федоалов ЦСИИ, Алису, за эту возможность присутствовать здесь и сейчас и приветствовать вас на выстике «Завтра в Адмуре». И, честно говоря, я думаю о том, что в равных выставках, которая была в музее, у нас проходило мероприятие, в котором участвовали Елена Петровская и Виктор Глазиадов. И обсуждение, которое разворачивалось между ними, было посвящено идее сообщества и различным способам создания сообщества. И в силу обстоятельств, схожих с текущим моментом, я тоже был говорить какое-то приветственное слово. И познакомить, прошу прощения, познакомить, пришедшим послушать стихом теоретических практиков современного искусства в музее. И я начал то выступление, пожалуй, с того, что хочу начать и сейчас. Мне кажется, в человеческом роде, мне, по крайней мере, совершенно точно, свойственна чрезвычайная сложность начинать, делать вступление, открывать что-то. И я все время испытываю невероятные переживания на этот счет, связанно с ассистением, ловкостью, боязнью сказать что-то не так или не то. И любопытно, что я здесь вспомнил невероятного и чрезвычайно интересного философа «Шелик Турков». Я говорю о том, что интереснее всего то, что эти ситуации, ситуации вступления, открытия, люди еще облегают в какую-то торжественную форму, которая требует особого внимания. Человек, выступающий и открывающий какое-то мероприятие, получает дополнительное внимание в силу определенных ритуалов, которые это мероприятие оформляют. Вот выставка «Завтра воды не будет» на самом деле посвящена именно таким ситуациям, как различные практики, которые кажутся нам банальными, бытовыми и повседневными, в действительности имеют декоризированный характер и упорядочивают нашу жизнь, встраивая ее определенные модели в определенные границы, создавая условия для нашего такого комфортного психологического состояния, желания, движимого желания избежать дискомфорта, непонимания и в целом каких-то расхождения с ожиданиями окружающих нас людей. Я, конечно, надеюсь на ваше понимание на сегодняшней выставке, потому что она, мне кажется, располагает к этому, она позволяет переживать на уровне очень узнаваемых ситуаций и вещей, и переживать вместе с предложениями, тем самым обнаруживая, может быть, те механизмы, те годы и те условия, которые определяют наши поступки, решения, наш гибор. Спасибо. Спасибо.